МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону, указанному на экране. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Здравствуйте, Мария. В первую очередь, конечно же, хочется поздравить вас с назначением. И, честно, я этому рада. Вы не чужой человек для Одинцовского городского округа. Здесь проработали в течение нескольких лет, возглавляли районную больницу номер 2. И чисто на мой взгляд, достаточно успешно. Андрей Васильевич, все-таки каким вы видите перспективы развития Одинцовской областной больницы? С какой стратегией пришли? Давайте мы сначала с вами обсудим вопросы, которые сейчас у нас есть насущные. У нас с вами, вы знаете, совершился перетап объединения больниц. Сейчас по проекту распространения губернатора мы делаем одну единую городскую больницу, областную больницу на территории нашего городского округа. Перетап ее завершен. Соответственно, в состав ЦРБ влились вторая больница, которая находится в Перхушково, третья больница и больница в городе Звенигороде. Сейчас нам предстоит сделать второй этап объединения. Это Голицынские поликлиники, это Ершова, поликлиника номер 3, которая находится в Зилу, да, в Зеленой части. И, возможно, 45-я больница. Почему возможно? Потому что распоряжение, оно уже внесено, но после его внесения есть ряд изменений, которые пришли в 45-й больнице, и, возможно, она может выпасть. Поэтому пока этот вопрос на этапе обсуждения. Стратегия одна, это сделать больницу доступной, качественной. Это единственная цель, собственно, к которой я пришел. Что касается перспектив ближайших, допустим, это наш РСЦ, это региональный сосудский центр, который мы будем открывать в ближайшее время по поручению губернатора в этом году. Это наша поликлиника на маршала Березова, которая была первой поликлиникой. Сейчас, вы знаете, там уже 4 этажа в реконструкции, 7-этажный здание к ней пристроено. Это будет роскошная поликлиническая служба. Сейчас у нас есть проблемы с узкими специалистами, с первичным звеном. Соответственно, после открытия этой поликлиники, а там будет у нас 1500 посещений в смену, мы все эти вопросы, естественно, закроем полностью. Ну, кстати, то, что касается реконструкции поликлиники номер один, такой долгожданный, безусловно, что жители города Одинцова в первую очередь ждут, не дождутся, когда завершатся ремонтные работы. Оборудование ведь уже завозится. Завозится, завозится очень активно. У нас каждый день есть поставка оборудования, поэтому срок май месяц, осталось времени совсем ничего. Нужно успеть, соответственно, изменить штатное расписание, взять на работу людей, чтобы открывать было с персоналом эту поликлинику, настроить, подготовить оборудование, получить лицензию. Работы огромное количество, времени мало, ну, как обычно. В сжатые сроки, в первую очередь, открывается после реконструкции поликлиника номер один, и уже следом за ней будет открыто новое здание, правильно? Да, конечно. То есть центра КДЦ. Что появится там? У нас по проекту там появится, из нового появится у нас КДТ-могров, еще один на территории нашей больницы. Сейчас у нас пока он всего один, работает и на стационар, и работает на поликлинику. В несколько раз он сейчас перегружен, его работа. Если у нас ломается, сразу проблема для всего городского округа. Ну, я знаю, что очень много и часто в соцсетях появлялся вопрос, что есть очереди на запись на МРТ, и вот с этим, ну, какие-то есть, ну, недостаточно комфортные для пациентов. МРТ у нас пока один, пока будет у нас один, пока смысл большого, он дорогостоящий, и мы сейчас проанализируем нагрузку на этот МРТ, проанализируем необходимость назначений, то есть этот МРТ-аппарат, который у нас есть, он тоже у нас пока один, да, как я уже сказал, должны быть четкие показания к назначению МРТ. То есть КТ, это в большей степени заменяющий процедур, то есть КТ, диагностика, и МРТ – это не панацея. Поэтому, что не могу сказать, почему прямо на МРТ такой ажиотаж, такая очередь. Очереди по медицинским показаниям у нас нет. Мы работаем в системе госгарантии, 14 дней, за 14 дней вы должны эту услугу получить. У нас есть звонок, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Станислав Иванович, Листой городок. Задавайте свой вопрос. Вопрос интересует меня по поводу амбулатории в лесном городке. Когда у нас будет стационарная вообще поликлиника? Спасибо за вопрос. Я думаю, что имелось в виду дневной стационар, скорее всего. То есть не стационар какого-то круглосуточного пребывания. Мне кажется, конкретно Станислав Иванович спрашивает, когда будет и возможно ли вообще в перспективах появление поликлиники на территории лесного городка. Такой долгожданной. У нас же там поликлиника есть в лесном городке. Там амбулатория? Да, она после капитального ремонта. Там первый этаж, большая площадь. Соответственно, эту поликлинику мы планируем также амбулаторию расширять. И возможно, там будет найденный стационар. То есть мы сейчас посмотрим, оценим нагрузку необходимую. И стационар как таковой, в смысле, с сущными койками там не нужен. То есть у нас есть хорошая база здесь, база Верхушково. То есть рядышком со всем лесным городком. Поэтому койок там 24 часа там не будет. А один стационар, скорее всего, по терапии, по кардиологии, по неврологии, по важным этим нозологиям, там мы откроем. Но все-таки объединение дает ведь возможность в равной степени для всех жителей округа получать качественную медицинскую помощь. То есть, конечно, на примере того же самого больницы в Верхушково... То есть теперь не нужно крепляться, прикрепляться, перемещаться как-то? Да, я вам скажу, когда я работал в Верхушково, соответственно, я был там главврачом, то в ЦРБ была Месячкича Александровна. У нас с ней был полный диалог. У нас, соответственно, особенно по лесному городку шла линия нашего, так скажем, взаимодействия. То есть граница шла в Верхушково, в больнице Верхушково и граница ЦРБ. И поэтому бывало, что пациент, который находится там, допустим, на одной улице живет, разные дома. То есть пациенты относились уже часть к Верхушково, часть к лесному городку, к амбулатории ЦРБ. И, конечно, была такая неразбериха, потому что они не могли к нам обращаться, наши пациенты не могли пойти в ЦРБ и так далее. Сейчас, конечно, учитывая, что мы объединились, эти границы, слава богу, стерты. Поэтому мы одно юрлицо. Где бы вы ни жили, там, Звенигород, Никольска, неважно, вы обращаетесь в любую нашу структуру. С 28 февраля мы делаем единую полную базу. То есть, соответственно, в любом нашем информате вы видите всех специалистов. Допустим, вы зашли из Венигорода в поликлинику, вы видели, что в ЦРБ у нас есть травматолог, допустим, запись открыта, хирург, гинеколог и так далее. Если вам удобно, вы записывайтесь в Одинцово, приезжайте сюда, вас примут. Ни одного отказа не будет. То же самое из Одинцово в Звенигород и так далее. Соответственно, где врач свободен, в любом информате будет видно. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Задавайте ваш вопрос. Татьяна, это вы ко мне обращаетесь? Конечно. Татьяна? Андреевна. Татьяна Андреевна, добрый вечер. Я хочу сказать, я живу в Голицыно на северной стороне, а у нас поликлиника разбросана по разным сторонам. На ту сторону переходи через мост. Я инвалид второй группы. Такси у нас практически не ездят на ту сторону. Если ездят, то очень дорого. Когда у нас появится нормальная поликлиника со всеми врачами? Спасибо за вопрос. Значит, по Голицыно. Голицыно пока не в территории нашей областной больницы. Это второй этап объединения. У нас в Голицыно работает прекрасный руководитель, Панклав Иван Владимирович. Но все-таки Голицынская больница войдет в структуру Голицынской областной больницы? Конечно, войдем, да. Что касается специалистов, то все-таки мы будем формировать центры, наверное, в более больших учреждениях, потому что у нас не хватит врачей, чтобы они были, соответственно, в каждой маленькой амбулатории или поликлинике. Но мы будем формировать единые центры большие, где будут специалисты сидеть. Что касается маленьких амбулатор и поликлиник, у нас еще во время ЦРБ, когда я работал, как вы знаете, замом у Александра Мисюкевич, то у нас были выездные формы. Ну, ФАБ? Нет, нет, не ФАБ, просто выездная форма, допустим, врачи. Передвижной? Нет, ну, ФАБ мы тоже будем максимально использовать, но в целом... Что значит выездная форма? Гинеколог, допустим, будет... В этой поликлинике он каждый день не нужен. Там такого количества пациентов у него нет. Раз в неделю, может быть, раз в две недели, может быть, раз в три недели. Там будет гинеколог в определенный день, пациент будет к нему записываться, и, соответственно, он будет под них приезжать. Андрей Сергеевич, ну как вы будете понимать, что именно на этой территории нужен такой график? Заведущий, заведующий. То есть этот мониторинг и опрос жителей будут проводить заведующие? Конечно, конечно. Или вы тоже планируете встречи с жителями? Я думаю, что я буду на каждой территории жителей встречаться. Это просто вопрос времени, что структура теперь у нас большая. А так у нас каждый заведующий, у нас есть лицо, которое адекватное, грамотное. Он будет формировать списки. Будем понимать, что к этому, что есть, допустим, 20 человек, например, хирурга, 10 на гинеколог. Соответственно, гинеколога мы на неделю переносим. Всех пациентов обзывания, мы говорим, что там 23 февраля у нас будет гинеколог. Вы приходите все, собираются люди, приезжают к гинекологу, смотрят, то есть полноценно будет осмотреть. То есть отчасти в ручном режиме вы готовы работать с пациентами? Я думаю, что мы первые 2-3 месяца отработаем графики, мы поймем, какая потребность, сделаем, соответственно, расчеты и, соответственно, сделаем выездную форму обслуживания. В том числе, если используем нашего мобильного ФАПа. Даже, наверное, не ФАП, хотя написано, что это ФАП, это полноценно мобильная поликлиника. У нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Логачева Летина Леонидовна. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Да, спасибо большое за то, что дали возможность пообщаться. Очень рада, что к нам возвратился грамотный специалист и руководитель. Спасибо вам большое. Вопрос следующий. Перхушковскую ЦРБ. Еще раз повторите, пожалуйста, из-за связи, начало вопроса пропало. Ребенку 3 года. Живем мы в Одинцово. Прикреплены в Перхушковскую больницу к врачу Али Олеговне. Когда заболел малыш, я вызвала через сайт губернатора правительства Московской области врача на дом. Мне сказали в данной услуге, я аргументирую ее тем, что ребенка нужно опять прикрепить в Одинцово, потому что ко мне никто не поедет. Сказали, вызывайте скорую помощь. Так вот вопрос, как быть? Мы попросим вас оставить ваш контактный телефон, чтобы отработать непосредственно ваше обращение. Да, я вам объясню. У нас вопрос до ЮР уже произошел, мы уже объединились. А де-факто у нас пока разные базы. Соответственно, колл-центр у нас один, находится по программе губернатора на территории Одинцово, Динцово, ЦРБ, можно сказать. А базы пациентов пока у нас разные. 28 февраля, вот я уже дату называл, у нас по программе, программа не наша, программа, соответственно, разработчик, кто делал ЕМИАС, а наша база объединяет все в одно. Я думаю, вопрос здесь технический. Тут, конечно, немножко неправильно поступил колл-центр, потому что они не должны были отсылать и говорить, что это вызывать скорую. Но отказывать в помощи в любом случае не могли. У нас неотложная помощь, как вы знаете, в Перкушково была одна из лучших. У нас были брендированные машины, была брендированная одежда, естественно, и я думаю, что это все сохранилось. Мы эту всю ситуацию на всю нашу ЦРБ, на всю нашу областную больницу, соответственно, будем транслировать. Формировать полноценные бригады неотложной помощи, врачебные, фельдшерские, педиатрические, терапевтические и так далее. Поэтому я думаю, что это вопрос. Во-вторых, давайте мы тоже сразу, может быть, с жителями, так я сообщу. У меня будет работать телефон горячей линии, он будет находиться у меня. Я уже заказал таблички, соответственно, стандартные таблички по распоряжению губернатора. Там будет моя фотография, личная почта и телефон горячей линии. Просто, наверное, в этот переходный период очень важно быть на связи именно с пациентами, потому что возникают такие вопросы. Если вот такой случай будет, что отказали лекарственное обеспечение, отказали в выезде на дом, отказали в приеме, может быть, необоснованно, вы мне набираете, я буду пока же муче разбираться. Если кто-то, может быть, знает, как я работал в Перхушково, как я работал в Раменском районе, в городском тоже округе сейчас, то, в первую очередь, что мы сделали, это диалог с жителями. У нас были группы, которые мы, соответственно, реализовали, у нас были анкеты и так далее. Естественно, мы это все будем сделать теперь здесь. Я в должности чуть больше, получается, 10 дней сейчас. Пока мы сейчас занимаемся какими-то очень такими острыми, горящими моментами, но в целом мы в течение нескольких месяцев все это просто отработаем. У нас будет нормальный диалог с жителями. Я, соответственно, встречусь со всеми коллективами, с общественными организациями, особенно с ветеранскими движениями. То есть, соответственно, мы эти вопросы будем закрывать полностью. Ну, кстати, вот то, что касается ветеранского движения, когда вы возглавляли районную больницу номер 2, в том числе, ну, как бы по инициативе главы Одинцовского на тот момент района, да, Андрея Робертовича Иванова, ваша была тоже идея создать палаты для ветеранов. Они до сих пор функционируют, они работают, и эта программа действует. У меня такой вопрос. Будет ли растиражирован этот опыт? Появятся ли еще подобные палаты в других территориях округа? Ну, на самом деле, я рад, что все это сохранилось, конечно же, за эти два года, но я думаю, что Андрей Робертович до другого бы не допустил. То, что выбрали именно Перхушкова, это была большая удача именно Перхушкова. Этот проект был главы целиком Андрея Робертовича. Соответственно, просто мы стали базой, учитывая, что мы были менее загружены, чем ЦРБ. ЦРБ у нас была, так скажем, первая линия была обороны, когда принимал на себя тяжелых пациентов, скоропомощных в том числе. Все-таки мы были там как-то, у нас была такая тихая гавань, и поэтому у нас там были террализованы эти палаты. Что мы их сохранили, конечно, это большая заслуга руководства больницы Перхушевской в настоящий момент. Конечно, эти палаты будут работать. И, как я и говорил, и Андрею Робертовичу, и нашим ветеранам, я до сих пор общаюсь с Дегтяревым Горелым Михайловичем, то есть я был буквально, вот мы виделись на прошлой неделе, конечно же, эти палаты работать они будут обязательно. И, насколько я знаю, там больше 200 человек проходит в среднем за год, через, там, вот этих вот, по-моему, у нас 2-6 коек, 6 коек суммарно там. Поэтому, конечно же, в плане тиражирования тоже надо будет поставить потребность. Мы, конечно, готовы. Либо мы там, может быть, прямо на территории больницы Перхушево сделаем еще один отсек. Потому что теперь мы большие, мы сейчас можем терапию там немножко сократить за счет того, что здесь увеличится, либо здесь, допустим, либо в Никольской больнице, либо в Звениграде. Я сделаю там полноценно для ветеранов. Съемочная группа телеканала ОТВ, готовясь к этому эфиру, встретилась с ветеранами, которые проходят курсы реабилитации в районе больницы номер 2. Давайте посмотрим, как сейчас дело стоит там. У Анны Ивановны и Зои Пантелеевны есть время и политику обсудить, и вспомнить детство. Анне было 12 лет, когда началась война. Признается, помнит каждую минуту. Жили в Тамбовской области. Маленькая Зоя в семье девятый ребенок. Родилась в 41-м. С 42-го по 43-й год оккупация. Жили в подвалах. При отступлении немцы погнали их в Германию. В концентрационном лагере на территории Польши маленькая Зоя пробыла 7 месяцев. Удалось убежать. Шли с мамой домой пешком. Полгода. А у нас папа до войны еще семья же большая была. И он сделал себе погреб. И вот в этом погребе натаскались соломой. И в соломе мы жили два года. Сейчас Анна Ивановна и Зоя Пантелеевна находятся на реабилитационном лечении в Перхушковской больнице. Для ветеранов выделен медицинский блок. Всего 4 двухместные палаты. В каждой есть телевизор, холодильник, кондиционер. В палатах кнопки вызова медперсонала, многофункциональные кровати, душевые кабины со специальными сиденьями. Когда им удобно становится, мы берем и в течение двух недель профилактически проводим лечение. Лечебный блок для ветеранов Великой Отечественной войны открылся в больнице пять лет назад по инициативе главы муниципалитета Андрея Иванова. В специальном блоке одновременно проходит реабилитацию 8 человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. По подсчетам, за год полноценное лечение получают 250 ветеранов Великой Отечественной войны. Андрей Васильевич, ну приятно, что дело, которое вы начали несколько лет назад, оно живет и весьма успешно. И более того, именно год 75-летия победы Великой Отечественной войны, это, наверное, очень важно. Я думаю, что это наш не последний проект для ветеранов, для людей, которым мы, собственно, обязаны жизнью. Конечно же, мы будем работать дальше, и у нас есть еще проекты, тоже при поддержке Андрея Робертовича, я думаю, что мы их тоже реализуем на территории нашего городского округа. У нас есть звонок, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы, точнее, я жительница поселка Летний Отдых, у нас здесь есть амбулатория, которая принадлежит Голицынской поликлинике. Два года назад у нас закончилась лицензия на прививочную деятельность в кабинете педиатра. У нас есть врач, у нас есть медсестра, у нас есть два прививочных и процедурных кабинета, полностью оборудованных для этого. У нас нет только лицензии, и мы вынуждены приходить на осмотр к нашему педиатору, брать карту, ехать, отстаивать очередь в Голицынскую поликлинику для того, чтобы просто сделать ребенку прививку. Как можно ускорить, так сказать, процесс получения лицензии для нашей амбулатории? Спасибо за вопрос. Ну, вопрос такой же, то есть пока у меня полномочия в Голицына не ограничены, потому что я там не главный врач, но в целом вопрос лицензирования является сложным. Если соответствует учреждение лицензионным требованиям, это помещение, это оборудование, это персонал, то... Ну, если ранее оно функционировало и осуществлялось... Просто вопрос, почему мы отозвали, лицензия даже бессрочная, поэтому, скорее всего, лицензия была отозвана, то есть не то, что она была, а закончилась, она была, скорее всего, отозвана, лицензия. Поэтому надо выяснить, в чем проблема, может быть, помещения неподходящие, то есть, требуется ремонт какой-то, может быть, банальная с техникой проблема и так далее, ну, с холодильниками имеется в виду. Поэтому надо разбираться, поэтому, думаю, что тоже оставьте контакт, я его передам Панкратову Ивану Владимировичу Голицыну, который сейчас там действующий главный врач, я думаю, что вопрос будет решен, он хотя бы этот вопрос начнет, а потом мы просто уже после объединения продолжим. Уже подключитесь. А я хочу, чтобы к нашему разговору присоединились коллеги. Андрей Юрьевич, знаю, что у вас есть ряд вопросов. Да, добрый вечер. Кадры, как известно, решают все. Вот какая сейчас текущая ситуация с кадрами в больнице? Сколько, какой недостаток специалистов? Как вы его оцениваете? Сколько вакансий у вас открыто? Это такой общий вопрос. И, в частности, хотелось бы услышать ваши комментарии. Вот по нашей информации, буквально недавно из детской больницы на бульваре Любы Новоселовой три врача написали заявление об уходе. То есть, ну, как вот, в частности, вот в данном случае эта проблема решается, и не пострадают ли маленькие пациенты, тем более от этого? Конечно. Дай-ка начну со второго вопроса. В самом деле, да, три врача написали заявление на Любы Новоселовой. Связано это было с тем, что у нас вышел из декретного отпуска заведующий отделением врач-педиатр этого отделения. Соответственно, я с врачами встречался, беседовал, и я лично, и Чубриков не напал, беседовал. Соответственно, врачи эти заявления они не оставили. То есть, я не мог их не подписать, потому что два из них уходили в декрет, ну, скажем, до 14 лет с уходом за ребенком, и, соответственно, один врач с отработкой. В настоящий момент, там вопрос откадровый закрыт сейчас. Два врача командированы на работу в педиатрическое отделение. У нас есть понимание, кто там будет работать. Никак на пациентах это не скажется. То есть, я просто не очень понял тогда ситуацию врачей. У нас врач вышел из декретного заведующего. То есть, у меня нет никаких оснований законных ее к работе не допускать. То есть, соответственно, это вот, я думаю, что такой фактор. С врачами, я думаю, что еще раз побеседуем, но пациенты не пострадают. Наши детки не пострадают. Даже, да, это даже не обсуждается. Что касается по кадровой работе. У нас сейчас всего в нашей больнице уже вот объединенно трудится 2800 человек. Это и санитарки, это и медсестры, это и врачи, соответственно. Это и администрация больницы, и там хоз, часть, все остальные. А сейчас у нас горящих вакансий, думаю, что не более 30. То есть, вот на нашу все объединенную больницу. Это, как правило, узкие специалисты. То есть, допустим, те же самые лор, офтальмологи и так далее. И часть, это первичное звено. Это педиатры, терапевты. За январь месяц мы приняли порядка 10 человек уже на работу. То есть, вот за этот, можно сказать, короткий промежуток. Пришли два терапевта. То есть, это первичное звено. Это самая дефицитная специальность в Московской области. И пришел один педиатр. Сегодня приходил врач ко мне на работу. Усталялся еще один терапевт на собеседование. Поэтому кадровую работу мы ведем, ведем активно. Более того, могу сказать, что у нас опыт кадровой работы, он есть. По Равенскому городскому округу мы дважды, два месяца подряд занимали абсолютно рекорд по Московской области. То есть, такого не делал никто и никогда. То есть, больше 30 человек мы приняли в сентябре и в октябре на работу в Равенскую ЦРБ. Я думаю, что мы, конечно, транслируем эти вещи сюда тоже. Работу будем привлекать. Я называю это активная кадровая политика. Можно сказать, даже агрессивная кадровая политика. Наши объявления будут размещены по всем ближайшим регионам Московской области. Соответственно, ближайшие муниципалитеты. И к, допустим, Тульской области, Тверска и так далее. Какую соцподдержку вы можете им предложить? Соцподдержка у нас предлагается следующая. Первая – это соцподдержка, которая идет от нашего президента. Есть президентские программы, земские докторы и так далее. Соответственно, когда врач приходит на работу, получает миллион рублей, либо фельдшер получает 500 тысяч рублей и приглашается на территорию работы, в сельскую местность. У нас в больнице есть сельские территории. Соответственно, мы там будем эту работу кадрово вести. Второе – это меры поддержки главы нашего района, нашего городского округа, Андрея Иванова. Это касается соципотеки, вернее, компенсации аренды жилья и выдачи служебных квартир. И третья важная очень поддержка – это поддержка губернатора нашего Андреевича Воробьева. Соответственно, тут соципотека. Так, и да, соципотека здесь получается. Вот, соответственно, вот эти вот вещи – это опять, получается, да, у нас программы, по которым врачи могут к нам быть привлечены под жилье, под достойную заработную плату, соответственно, и под какие-то гарантии социальной такой вот, социальной полноценной жизни. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос по целевому направлению студентов. Мы действительно не можем. Направляют или нет студентов по целевым направлениям? Правильно я понимаю? Да, да. В 2015 году она получила целевое направление от 1.5 ЦРБ в медицинской вузе не исключенного. Она поступила туда, вот сейчас она на 5-м курсе. У меня вопрос такой. В следующем году она заканчивает обучение. И возможно ли получение ординатуры целевого направления для получения узкой специальности? Ведь вы же говорите, что необходимость в узких специалистах есть. Спасибо за вопрос. Я про этот момент забыл, на самом деле, ввиду волнения. Значит, да, мы даем целевое направление еще в вузы. Соответственно, у нас большой выбор специальностей и большой выбор количества вузов. То есть вузы – это вузы Москвы, вузы, допустим, лежащие в Подмосковье. Не в Подмосковье, а территории вокруг города Москвы, там, Рязанский и так далее. Мы даем как целевую ординатуру, так и на целевое обучение. Соответственно, возможно подойти. Единственное, что вопрос решается до мая месяца. То есть, поэтому, если вам требуется целевое направление в ординатуру, либо в учебное заведение на обучение по специальности врач, вы приходите уже буквально сейчас. То есть желательно до марта месяца прийти, чтобы мы знали, кто у нас пришел, на какие специальности и, соответственно, планировали подачу обобщенной заявки. Это необходимо к вам записаться на прием или какая процедура? Куда нужно приходить? В отдел кадров? Да, к начальнику отдела кадров. С мной даны все распоряжения, мы все заявления принимаем. У нас будет конкурс, если будет заявлений, соответственно, много. И, соответственно, будет кто-то учится на отлично, естественно, будет в приоритете. Спасибо. У нас также сегодня в студии находится ответственный секретарь газеты «Новые рубежи». Полина, вам слово. Добрый вечер. Традиционно вопросы от наших читателей. Один из них связанный с сосудистым центром. В ходе своего обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев упомянул, что в округе такой центр откроется. Не могли бы вы сориентировать наших читателей о каких-то более реальных сроках, когда работа эта начнется и где конкретно она откроется? В настоящий момент у нас рассматриваются три возможных варианта открытия этого центра. Первый – это на маршала Березова 3Г в хирургическом корпусе. Второй – это Можайка 55, где у нас сейчас неврология, терапия и так далее. И третий – это на базе больницы Верхушково. У каждого помещения есть плюсы, есть минусы. Где-то удаленность, где-то требует длительного ремонта, где-то просто неудобный подъезд, соответственно, и плохое состояние здания. Поэтому этот вопрос находится на контроле у главы нашего округа, и решение будет принято совместно с главой. Пока концепции единой нет, где он будет стоять. Я думаю, что в ближайшую неделю у нас будет профильное совещание. Я инициировал совещание в Минздраве Московской области для принятия решения уже, где мы начинаем делать ремонт и куда будет становиться оборудование. Это в РСЦ. Оборудование уже находится в закупке. Соответственно, решение вопроса, я думаю, что в этом году у нас есть поручение губернатора. Мы его, естественно, выполним. На сколько койк будет рассчитан в Центр? Будет 24 койки реанимационных. Всего у нас будет 2 ангиографа стоять. Будет КТ-аппарат, еще один именно под РСЦ. Так скажем, работа будет только под РСЦ. И будет 12 койк по реанимации, по кардиологии, 12 койк по неврологии. И плюс будет 48 койк отделения именно под РСЦ и неврологии, 48 койк кардиологии. Это будет совершенно новый уровень оказания помощи на территории нашего городского округа. Наши жители не будут ездить в Красногорск, Домодейдово, то есть, соответственно, где длинный рычаг доезда. Мы будем делать это у себя. Диагностика, лечение, все будет проходить на нашей базе. Наши журналисты вышли на улицы города, спросили жителей, насколько они довольны качеством медицинских услуг. Давайте посмотрим. Вообще мне нравится онлайн-запись, то, что сейчас приходят подтверждения на почту и напоминания за несколько дней, это очень удобно. Было бы здорово, если бы еще был формат смс-сообщения, не только на почту, потому что не всегда бывает доступ к интернету, а сообщения – это удобно. В принципе, очереди небольшие. Единственное, не все специалисты есть. В первое время было невозможно записаться к врачу, были там очереди на две недели. Сейчас я записалась к врачу вот на удобное мне время. Узких специалистов не хватает, потому что нам надо записаться к ортопеду, и мы не можем уже месяца два к нему попасть, потому что талонов нет. Чисто все. Ну, много народу. Нужно побольше, наверное, вот этого. Поликлиники. Про нашу поликлинику, честно сказать, мне не очень устраивает. Не все специалисты есть. Мне приходится в Москву ездить. Ну, основное, что звучало, не хватает узких специалистов. Ну, уже, в общем-то, ответили, что работа ведется и будет вестись. Пока гордиться нечем, конечно. Я вижу, что у нас есть проблемы. Но в ортопедии я проблему знал, но на самом деле в каждой больнице. У нас банально там проблемы с кабинетом, со штатом. То есть, ну, это все в наших полномочиях. Я думаю, что эту проблему тоже решим. Ну, краткосрочной? К ортопедам, да. Я думаю, что там... Сейчас там вопрос в том, что у нас в одном помещении один врач, и там большая очередь. Эта тема уже была. Мы уже даже с замом по детству Чупчику Нина Павловна этот вопрос обсуждали. Соответственно, этот вопрос будет решен, я думаю, в ближайшее время. Что касается там других узких специалистов, у нас есть госгарантии 14 дней. Мы, естественно, будем к этому стремиться. Естественно, чтобы это было намного быстрее, но такой это будет максимальный срок. Мы контролируем записи обязательно. То есть, мы мониторим свои, так скажем, красные зоны, где мы за 14 дней вываливаемся. И, конечно, будем именно брать этих специалистов, менять штатное расписание. Оно сейчас у нас есть. Оно нас совершенно не устраивает. Мы будем его полностью пересматривать, потому что я уже дал прощение экономистам, чтобы мы его пересматривали именно под наше население. Оно у нас вроде и новое, со старыми расчетами. То есть, соответственно, у нас будет новое штатное расписание, и, соответственно, мы сможем привлечь новых специалистов. У нас есть звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Владимир Иванович. Добрый вечер, сделайте потише телевизор. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Вопрос к Андрею Васильевичу. У нас перспектива развития Одинцовского здравоохранения велика очень. Но необходимы кадры. В Москве существуют в Амуте в школах медицинские классы. Такие классы есть в Подмосковье. Мытищик, Балашиха, Воскресенск, Сергей, Фасад. В списке действующих классов таких я не нашел нашу конецовскую школу. Эти классы предусматривают эффективную подготовку по той программе, которая предлагается Сеченовским институтом, Пироговским институтом для абитуриентов, поступающих к ним на обучение. Я понимаю, что это вопрос не только ваш, но и управления здравоохранения. Образование. И без поддержки администрации никак не обойтись. Будет ли решаться этот вопрос действительно так, чтобы были конкурентоспособны наши одинцовские абитуриенты? Люди, точнее так, желающие учиться, найдутся. И второй вопрос. Это целевая подготовка врачей-специалистов для одинцовских медицинских учреждений. Вот как вы к этому относитесь и перспектива? Спасибо за вопрос. Я так понимаю, что повышение квалификации врачей, которые, мне кажется, проходят постоянно. Либо это уже вопрос целевой. Это не целевой, это имеется в виду, мне кажется, телезритель просто предложил идею, некий проект, возможно ли открытие классов на базе школ округа профильных, то есть с профилем медицины, которые будут, например, в старших классах учиться, и потом уже по целевым направлениям поступать в ВОЗ и обратно возвращаться в родную Одинцовскую областную больницу. То есть, таким образом, готовы ли вы выращивать кадры? Тут, я понимаю, что всего 10 дней, но мы даже уже эту тему тоже обсуждали в администрации нашего городского округа, и эту тему обсуждался с Татьяной Викторовной Одинцовой по поводу того, чтобы наши врачи выходили, и кадры выходили сейчас в школы, которые есть в классы, в выпускные классы, там, 10-11 класс. Ну, профориентации, да? Да, и говорили о том, что у нас есть хорошие программы, мы предлагаем адекватную зарплату по массивным указам президента. То есть, я не думаю, что какой-то специалист сразу после окончания института будет получать ту зарплату, которую предлагает больница. Во-вторых, конечно, целевые классы – это очень хорошо. Я думаю, что мы этот вопрос тоже проговорим и с комитетом образованию, и с главой нашего городского округа. Это, конечно, было бы очень здорово. Готовить по себе сразу кадры, кадры больницы омолаживать – это, конечно, надо обязательно делать. То есть, мы начали с того, что мы выходим пока, вот именно того, чтобы у нас прям целиком был сразу медицинский класс, пока мы до этого не дошли. Что касается по квалификации, про врачей, то, что я такое слышал, может быть, это может иметь квалификацию обучения, постоянно врачей, чтобы, так скажем, у нас знания обновлялись и так далее. Мы, естественно, направляем. У нас тратят деньги и больница сама, и нам Минздрав регулярно направляют на обучение, и фонд, мы с Московской области есть целая подпрограмма, направляют на обучение. Мы, конечно, туда тоже наших врачей направляем. Но, кроме того, мы сейчас у себя проводим, и тоже мы это ранее делали, на другом учреждении, циклы тематические для врачей. Допустим, онконастороженность. Потому что онкозаболевание может быть маскировано любым другим заболеванием, очень коварная такая тема, поэтому мы сейчас хотим на своей базе первичное звено урологов, хирургов, чтобы была онконастороженность. Чтобы, когда к ним поступает пациент, чтобы про онкологию думалось не в последний момент, когда уже ничего не помогает, а в первую очередь. Тем самым не терялось драгоценное время. Это все тоже мы уже делаем, мы будем обучать. У нас есть свои онкологи, свои силы, у нас есть даже зам по онкологии, такая введена должность. Я думаю, что мы эту работу начнем. Потому что округ большой, онкологов мало, настороженность по онкологии слабая. Эту работу мы уже буквально начнем в ближайшее время. Кстати, первые шаги в Перхушковской больнице вы делали, и в том числе в развитии телемедицины. Будет ли вот этот вектор тоже взят в вашей работе сейчас? Видите, мы с вами достаточный год назад сделали конференцию телемедицинскую. Первую, наверное, в Московской области мы с вами тогда сделали. И с тех пор уже сейчас это все узакомлено. Сейчас даже есть тариф, по которому это можно делать. Мы же сказали, что мы стояли с вами у истоков телемедицины. Да, мы ее делали, делали с манеками. Сейчас, конечно, ситуация намного развилась в 2008 года. Ушла вперед, вернее, даже больше, наверное, уже года 3,5. Поэтому, конечно, будем это делать активно. Сейчас у нас есть телемедицина, сейчас есть договоренность с Каплиным, Андреем Дмитриевичем, это директор института имени Герцена. То есть у нас есть время, допустим, по пятницам с 9 утра, когда мы можем подключаться и совершенно пока бесплатно, на бесплатной осночке, то, что он главный онколог Российской Федерации, обсуждать вопросы, то есть консультировать, получается, самым коллегиальное, даже не просто академическое мнение по нашим пациентам. Тоже будем активно этим пользоваться. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте. Кондратенко Светлана Александровна. Я жительница города Голицыно. У нас 3 года назад стоматологический кабинет был в филиале поликлиники Голицыно. Этот кабинет не прошел лицензирование, потому что не было финансирования. Его перевели совершенно на другую территорию. И все старики, дети, малые, инвалиды, все ходят через мост железнодорожный к черту на куличке. И вот мы 3 года пишем, бьемся в здравоохранение, чтобы этот кабинет нам вернули обратно в этот филиал. Пожалуйста, я вас очень прошу, Андрей Васильевич, послушайте нас, услышьте нас. С Панкратовым свершитесь, пожалуйста, сделайте доброе дело. Верните этот кабинет нам обратно. После 28 февраля. Нет, 28 февраля это у нас пока... Но мы ждать не будем, да? Это только слияние. Это у нас слияние будет тех уже, кто уже слился, можно сказать. А там Голицыно, это будет позже. Оставьте тоже, пожалуйста, свой контактный телефон. Обязательно с вами свяжемся. Я думаю, что я передам, конечно, информацию Панкратову, Иван Владимирович, чтобы он готовил хотя бы какие-то документы на лицензию. Но все-таки хотелось бы, чтобы слияние слиянием, это все понятно, будет объединение, будут как-то ресурсы распределяться, да? Конечно. Более оптимально, конечно. Но сейчас все-таки хочется как-то людям помочь и не оставить их с проблемой один на один. То есть возьмете в работу? Конечно. Вчера было обращение тоже, не знаю, там, в ФОЗе, наша группа диалога. Там было по препаратам, было по третьей поликлинике, но пока не наша. Но я с Шевле связался, соответственно, с Ириной Николаевной. Этот вопрос тоже мы это обсуждаем. То есть мы не то, что мы там изолированы, это не наше, и все, и дальше нас не интересует. Иван Владимирович, адекватный руководитель, я думаю, что проговорим с ним вопрос. В чем были технические трудности, аппаратура, врачи, опять-таки. То есть это все можно решить. Есть методики, так скажем, есть ресурсы, надо их решать и сделать, чтобы жители были довольны. И, конечно, как через мост там не ходили, тем более имея инвалидности и так далее. Будем этим вопросом заниматься. Коллеги, знаю, что у вас еще немало вопросов. Андрей? Да, вот хотелось бы вернуться к вопросу ресурсов, но теперь к финансам. Вот насколько сейчас финансовое положение больницы стабильное? Потому что, мы понимаем, идет объединение, структурные реформы, там, кадровые какие-то, да, у вас есть приобретение, потери. Как, вот, не отражается ли это на финансах и, в частности, на каких-то базовых закупках, ну, например, там, каких-то элементарных, там, медицинских материалах, там, оплате, там, услуг клининга и так далее. Значит, в настоящий момент у нас финансовая ситуация больница, она стабильная. Конечно, могла бы желать лучшего, но это вопрос времени, то есть мы знаем, что делать, знаем, как делать, вопрос будет решен. Что касается, так бы, сморосводных материалов, всего остального, у нас был, мы фанили по пробиркам. Я думаю, что были жалобы, потому что я все жалобы читаю лично, то есть, пока их, к сожалению, много. Я читаю жалобы лично, и там жалобы были, что не взяли кровь, потому что нет пробирок там и так далее. Мы вопрос с пробирками закрыли. Сейчас будет что-то, может, еще, там, допустим, заполыхать, чего-то будет не хватать. Мы сейчас формируем, полноценную нашу потребность, формируем три пакета документов. Первое, то, что нужно, острое. То есть, будем закупать быстро, у нас есть электронный магазин, те же самые пробирки, там, в принципе, они стоят копейки, там, закупив буквально там на 300 тысяч рублей, может, там, на какое-то количество недель вопрос закрыть. За это время мы успеем купить планово через аукцион, тем самым не нарушив закон, и уже будем, вопрос с пробирками закроем до конца года. Сейчас мы вот, мы формируем три пакета документов. Первое, то, что нужно срочно. Второе, что нужно планово в течение месяца. И третье, что нужно планово до конца года. Каждая больница, слава богу, какой-то запас у себя сделала, потому что, когда они понимали, что они будут объединяться, что у нас щита будет очень сложно тоже между собой интегрироваться, то понятно, что смена главного врача, новая электронно-цифровая подпись, так все наложилось, конечно. Сейчас, слава богу, это все уже пройден этап, но какие-то фоны могут возникать. Мы будем максимально быстро на это реагировать, чтобы не допускать там провала по медикаментам, по расходным материалам. Если, в крайнем случае, мы понимаем, что мы это не успеваем покупать, значит, мы будем пациента этого брать и за руку куда-то маршрутизировать, там, где ему помощь окажут. Это касается, в первую очередь, онкологии. Есть препараты дорогие, которые требуют длительного периода закупки. Если такой пациент, окажется, у нас… Более того, есть схемы лечения, которые критичны, нарушение или отклонение от графика. Вот в этом еще сложность. Если у нас этого препарата не будет, мы не будем ждать, чтобы, когда он появится, пациент, чтобы он ожидал около нашего кабинета, пока мы этот препарат ему выдадим. Мы тогда договоримся с соседними больницами, с частными клиниками, у которых есть объем по МС, и, соответственно, пациента за руку будем туда отводить, чтобы там его встречали, помощь ему оказывать до сих пор, пока мы не сможем делать это сами. Естественно, мы будем в своей базе стараться делать все. То есть мы лабораторию на себя будем, то есть мы не будем никому надавать на усорщинок. Попробуем сделать на своей базе хорошую полноценную лабораторию. Лучше единую на всю больницу, чтобы, соответственно, можно было купить хорошие аппараты. Не один в каждой, допустим, участковой больнице, в амбулаторию, а там только у нас будут пункты забора. И экстренные лаборатории, там, допустим, там есть стационары. А все остальное у нас будет единая большая качественная лаборатория. То же самое с лекарственным обеспечением. У нас будет аптека одна, все остальное будут склады временного хранения. Соответственно, мы получаем в одну аптеку, чтобы шел четкий учет, что мы получили, в каком объеме, чтобы мы знали, что у нас там мы получили 100 упаковок, что 20 уже расходовали, надо покупать опять. То есть от этого учета у нас будет в ближайшее время необходимые ресурсы, люди такие уже привлечены, программы, продукты есть. Соответственно, мы это сейчас, систему логическую, все выстроим. Я думаю, что эти взбои, что у нас там фонило, там, что пробирки и так далее, этого больше не будет. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Андрей Васильевич, вот такой вопрос. Муж наблюдается в поликлинике Перкушевской, инвалид по зрению первой группы. И вот мы, когда выписываем лекарства, ну такие проблемы. Кабинет находится на втором этаже. Чтобы выписать одно лекарство, ну два лекарства, когда какое есть, приходится 3-4 раза, если не больше, спуститься на второй, на первый этаж, чтобы подписать в одном кабинете, выписать в другом, еще раз. А если по федеральной льготе нет региональной, значит, надо идти в заведующий. И везде сидеть, ждать. Мы выписываем 2-2,5 часа вот тратим. Я сама-то инвалид хожу с двумя палками. И вот мы как шерочка с машерочкой ходим. Но оптимизм не теряете. И у нас все уже сами врачи. Господи, да вы никак не уйдете? Да вы никак... А как уйдешь? Надо пройти 4 кабинета, чтобы выписать лекарства. Как-то упростить можно бы это, нет? Оставьте, пожалуйста, ваш контактный телефон. Обязательно. Редактору. Да, на самом деле, конечно, бородак, что вот именно такая ситуация, что 4 раза приходят ходить. Тем более, я знаю, что там нет лифта, к тому же, там не предусмотрен. Но все-таки для человека, у которого есть ряд ограничений, это достаточно проблематично. С первого этажа подняться на второй и еще сделать это... 4 раза, да. Да, 4 раза. 4 кабинета, ожидая очереди. Чтобы выписать рецепт. Я, конечно, возьму туда... Я думаю, что мы по этому вопросу будем разбираться. Это откровенная глупость. Можно сказать, что эти 4 кабинета. И понимать, что там люди делают. И почему человек ходит несколько раз по этим кабинетам. Пложусь в одном месте, удобно. Врач выписывает рецепт. Если рецепт, как сказали, по льготе, то заведующий его заверяет. Но мы сделаем максимально. То есть максимально сделаем удобно для пациентов, в первую очередь. Естественно, будет первый этаж. И не как обычно, что у нас травмпункты находятся на последнем этаже. До него еще надо добраться. Это странно особенно. Мы этого делать не будем. Мы, соответственно, прочитаем логистику. Чтобы пациенты, которые приходят, допустим, в лабораторию, чтобы они не поднимались по всей больнице. Это, во-первых, и санитарные нормы. Пришел, сдал, ушел. Как говорил Сбербанк, что надо минимизировать хождение пациентов вообще по территории учреждения. То есть пришел, получил услугу необходимую, ушел. То же самое с лекарствами. Да, мы придем тайминг. Сейчас я очень люблю, когда заходишь, глазами пациента. Ты заходишь и смотришь, как пациент заходит. Заходишь, проходишь весь его путь. Много ты открываешь нового. А как оказывается, потому что захочешь, ты же найдешь, что сразу пройдешь в точку Б и с точки А. Оказывается, мне там нужно согласовать, тот подписать, тот вышел, тот еще не пришел. Там печать надо поставить в другом уже кабинете, в другом крыле и так далее. Конечно, мы тайминг проведем. Мы сейчас занимаемся стационаром, а именно приемным отделением. Соответственно, пациент пришел, приемное отделение, и максимально быстро уже оказался на койке. Если это плановая госпитализация, либо экстренная, непринципиально. Я думаю, что мы сейчас дойдем до поликлиник, пройдем весь путь пациента к каждому специалисту. Поймем, чем занимается врач в течение рабочего времени, чем занимается медицинская сестра, если она там нужна с врачом. Как выписывается рецепт. То есть вот эти пути, у меня есть люди, у нас есть опыт, как это делать, разработанные шаблоны. Мы это все, естественно, теперь уже в нашей больнице областной отработаем. Это на том, что... А по этому поводу я сейчас буду разбираться, и довольно-таки быстро сейчас я уточню, что у нас происходит в нашей поликлинике. Как на... Ну, это конкретно по Перкушкову. Это по Перкушкову, да. Ну, я думаю, что мы же будем... То есть Перкушкова или нет? В больнице единое. В больнице единое, да. Соответственно, я думаю, сейчас запросим, как это происходит в Кубинке, в Звениграде, на территории бывшей ЦРБ. Соответственно, если есть нарушения, то тут же будем устраивать четкую логическую стыпочку. Здесь зашел, здесь получил. А не четыре раза поднимаешься в один и тот же кабинет. Спасибо за вопросы. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос? Меня зовут Анна. Добрый вечер. У меня вопрос, касающийся лечения детей. Первое. То, что ребенок, если ему после пяти лет, должен лежать один в больнице. Вот, я просто не представляю вообще, как можно оставить одного ребенка в таком возрасте. А если родители ложатся с ним, то он должен лежать с ним на одной койке еще и за отдельную плату. Вот. В прошлом году я лежала, благо у меня ребенка еще не было пяти лет, на Бирюзово в детской больнице. И спала с ребенком также на одной кровати. А соседи платили деньги, у кого дети были старше. Значит, у меня две дочки, 9 и 10 лет. Я, честно говоря, тоже не представляю. У меня не пять лет. Но как они будут находиться одни, так скажем, без меня, либо без супруги, тоже не представляю. Могу сейчас сказать, как отец. Что касается по койке. У нас есть госгарантия, соответственно, по этому приказу. Ребенка старше 4 лет, может находиться один в палате. То есть некий стандарт. Есть некий стандарт. Это не придумано врачами. Нет, не придумано врачами. Но, как вы знаете, мы сейчас звучали в соцсетях опять. Опять негативно, к сожалению, пока мы позитивно не звучим. Совсем мало, потому что у нас есть хорошего. И что мы взяли тысячу рублей за койку или за кушетку. Мы, кстати, отправились в инфекционное отделение Одинцовской областной больницы. И все-таки не было никакой тысячи рублей. Вопрос не в этом, что там была. Тысяча не было. Она была, тысяча была в прескуранте. Я пользуюсь своими полномочиями эту тысячу рублей отменил сейчас полностью, потому что я не понимаю, за что ее брали. Должны быть четкие расчеты по прескуранту. То есть больница не может сама, как хочет, публиковать цены. То есть есть четкий расчет. Соответственно, есть коэффициент затраты. Есть какая-то процент для больницы на развитие и так далее. Я правильно понимаю, что категория платных услуг в больнице, это вот все то, что выходит за рамки ОМС. То есть это все то, что выходит за рамки госгарантии. То есть нахождение родителя с ребенком старше пяти лет, оно, в общем-то, уже не входит в полис ОМС. Да, но не входит госгарантия. То есть именно его содержание, получается, в лечебном учреждении. Что касается по поводу мамы, допустим, тысяч рублей. За что мы будем брать деньги? За обследование, потому что находиться в медицинском учреждении необходимо ждать хотя бы минимальные анализы, что ты являешься не опасным для окружающих. И второе, только за питание, если ты будешь питаться. Все. Соответственно, нахожись с ребенком на одной койте, больше денег мы брать не будем. То есть это тысяча рублей в день, непонятно для чего. Нет, я так понимаю, что здесь идет речь именно о том, что родитель хотел, чтобы ему было предоставлено отдельное место для сна. Да, я и понял. В пресс-хранте есть раз, два вида цен. Это первая цена, ты спишь на одной койке с ребенком. Ну, платишь за питание и, собственно, за анализы. Второе, ты уже берешь одноместную, там, двухместную палату, у тебя там стоят две койки, одна для ребенка, для тебя, соответственно, это будет другой же прядок цен. Это все прописано, это грамотно, адекватно, это все, соответственно, и это я пока утвердил. Но пресс-хрант весь будет пересмотрена, абсолютно. Мы сделаем расчеты, мы согласуем его с Минздравом Московской области, чтобы он, соответственно, у нас был согласован министром либо замом по экономике, чтобы это была не выдумка больницы, это было согласованное с нашим, скажем, учредителем документ. Он будет пересмотрен весь. Больница вообще готова брать на себя ответственность именно находиться, наблюдать детей старше пяти лет без родителей? То есть мне кажется, вот здесь именно родители переживают за то, как будет их ребенок один, кто будет рядом с ним, кто ему поможет одеться, кто проследит за тем, что он принял вовремя лекарства, поел, поспал, поиграл. Значит, у нас полностью укомплектованная больница педиатрической службой. Вот сейчас там у нас, несмотря на то, что у нас врачи уволились, мы в течение двух-трих дней полностью ее укомплектуем, постоянно специалистами, сестрами, санитарками. Поэтому, конечно, за то, что ребенка присмотрят. Мы, беря на себя такую ответственность, конечно, ее осознаем полностью, что мы за ребенком смотрим, мы его одеваем, лечим, корнем. Ребенок находится полностью в четвернем под нашей защитой. Андрей Юрьевич, вопросы? Даже не знаю, что спросить. Хочется поблагодарить за такие подробные ответы. Ну и, может быть, такой больше риторический вопрос. Вот ваш предшественник, он достаточно критически оценивал ситуацию в больнице. Но вот от вас это не слышно. И он как раз говорил и обещал нам нормальное здравоохранение через три года. Ну и вот вопрос к вам. Когда у нас-то будет, по вашей оценке, нормальное здравоохранение в Одинцовском городском округе? Возвращаясь к первому вопросу, стратегия. Да. Значит, в данном случае, я думаю, что сложно дать какие-то прям прогнозы. Три года, почему не пять лет, полгода? Мне, допустим, это сделать сложно. Что касается критики, это легче всего делать. То есть сказать, что все плохо, там и так далее. Я так не готов. И когда я в Райминское шел, я осознавал, куда я иду. Идя сюда, я осознавал, считывая, что была смена трех или четырех главных врачей. За два года, естественно, это идет не на пользу ни в больнице, в первую очередь, ни коллективу больницы. Потому что у каждого свой вектор развития, вектор видения. Мы все разные. Какие бы мы там ни были, все главные врачи, с примерно одной школой, все равно все разные. У каждого есть, допустим, у кого-то есть первостепенные задачи, у кого-то есть там... А другой считает, что это не первостепенные задачи. Поэтому тут, конечно, могу сказать, что, допустим, по верхушкам у нас был примерно эффект через год до полтора, наверное, от того, как я там работал. По-равенскому сейчас эффект примерно через два-два с половиной года. Потому что чем больница больше, тем хочется опять... Естественно, там и там, и там еще оставалась куча вопросов, которые можно было решать. Но с равенством с тем, что как ты пришел, как ты оставляешь учреждение, разница, конечно, огромная. Поэтому в этом плане, я думаю, что для такого масштаба учреждения первые какие-то положительные моменты вы увидите месяца через два, не раньше. То есть сейчас, пока мы войдем, так скажем, в колею, будет сформирована полноценная команда. Мы поймем все-таки свои потребности по закупкам, по медикаментам, опять-таки по персоналу. Потому что вакансии, которые я вам сказал, 30 человек, это те, которые сейчас висят. То есть мы сейчас проанализируем наше штатное расписание, поймем, что, допустим, тут у нас штатной единицы ее и нет, но она очень нужна. Мы ее, естественно, введем, и в этом уже будет 31 человек, которого мы будем искать. Соответственно, как с ортопедом. Потому что сейчас такой вакансии нет. В целом она очень нужна. Потому что по ортопедии вопрос возникал и раньше. И вот сейчас мы уже с ним, с Чубрикой, обсуждали, что он нужен. Что нужен кабинет и нужен врач. То есть уже, получается, мы уже будем сказать, что не 30 человек, а 31 человека. И так далее. Ну, мне, конечно, эта фраза больше всего подходит. Делай, что должен. И будь, что будет. То есть, соответственно, я буду делать то, что должен делать главный врач для больницы в рамках закона полностью. Соответственно, понимая свою долю ответственности, для жителей нашего городского округа. И будь, что будет, потому что если ты делаешь все правильно по закону, то не должно быть негатива, ты не должен даже провалиться куда-то еще, так скажем, в худшую сторону. Собственно, вот такая вот у меня позиция. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Ваш вопрос. Я хотела задать вопрос. Какую функцию сейчас выполняют терапевты? Обращаясь к терапевту, он сразу направляет к специалисту. Получается, он как диспетчер. Ведь известно, что иногда заболевание какого-либо органа проявляется как общая болезнь. Спасибо. А терапия – это общий профиль, который синтезирует все проявления заболеваний. Спасибо за вопрос. Это полностью мои слова. Честно вам скажу, это вот я задаю тот же самый вопрос. Что делает терапевт, либо там, допустим, педиатр? Как просто передрисовать, так не устраивает. То есть у нас, мы должны, мы сейчас уточним, какая ситуация здесь, но нужно все звено первичное укомплектовать необходимыми, допустим, необходимыми минимальным оборудованием, чтобы они видели норму. Допустим, если у тебя насморк, чтобы ты не сразу к лору шел с направлением. Тебе посмотрит терапевт, посмотрит, он скажет, что у вас последствия нормы, вам лор не нужен. Мы тем самым лор разгрузим, он будет ждать больного, которому реально поможет. То же самое невролог, чем занимается для меня, тоже загадка такая огромная. У нас в большей очереди это невролог и офтальмолог. Это вот эти самые-таки дефицитные специальности. Ну и лор там в какой-то части. Не говоришь про ортопедию. Совершенно правильный вопрос. То есть мы должны наше звено первичное обучить педиатров, терапевт, чтобы они видели норму хотя бы. Чтобы они понимали, что если человек болит, бог не надо сразу записать, что идет к неврологу, к хирургу, по списку к урологу, на УЗИ. Нет, еще обязательно МРТ сделать. На МРТ, да, сразу. То есть, соответственно, они должны посмотреть, сказать, что у вас там это, это, это. Мы готовы полечить. Если понимаешь, что полномочия не его, то, что это должен быть уролог, и на это похоже, тогда направляют к урологу. А не то, что он приходит, и первое, что он дает, это дает направление на... То есть иди сразу к специалисту, главное, чтобы подальше от меня. Будет пересматриваться работа? Это обучение опять. Это все мы проваливаемся обратно в обучение. Это обучение, это оснащение пульсоксиметрами, реформерами. Реформер — это комбинат неотложной помощи. Это когда врач смотрит, соответственно, смотрит одновременно сразу как лор, смотрит уши, нос, мере температуру. Это нужно, тут я уточню, есть ли у нас в отношении комбинат неотложной помощи, потому что должен быть реформер, это очень удобно для врача, для пациента. То есть вопросов пока много. У нас есть звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло? Добрый вечер. Юрий Васильевич. Добрый вечер, Юрий Васильевич. Первый вопрос — это скажите, пожалуйста, как улучшить обеспечение онкобольных своевременными лекарствами жизненно необходимыми? И второй вопрос — какие планы у вас на реорганизацию онкологического отделения? Имеется диспансер, первичный и остальные все службы, связанные с онкологией? Спасибо за вопрос. Наверное, не знаю, может быть, знает, не знает, но я по специальности еще и онколог. То есть у меня три сертификата — уролога, онколога, ну и, соответственно, про организацию здравоохранения. Конечно же, по онкологии мы это делали в Перкушку, лицензию получили в свое время, сейчас мы сделали в Раменском, сейчас, соответственно, будем делать здесь. У нас сейчас онкологи пока сидят, находятся только на одной территории, на территории больницы ЦРБ бывшей, второй поликлиники, вот филиале, который открыли, по-моему, два или два года назад. Конечно, этого мало, потому что для нашего округа это должно быть в каждой больнице первичное звено хотя бы. То есть это Звениград, это Кубинка, это Перхушково, это здесь. Второе мы будем делать ЦАОП, это Центр амбулаторно-онкологической помощи. То есть у нас будет там руководитель, соответственно, ЦАОПа, там у нас будет углубленная диагностика идти, то есть пациент с подозрением на онкозаболевание будет обращаться в ЦАОП, там будет сразу онколог, биопсия, проведение консилиума, когда участвует хирург, химиотерапевт и радиолог, определяется тактика лечения. Если нужна химиотерапия, то первый этап, то амбулаторно, потому что не все химиотерапии не тяжелые, большая часть проводится амбулаторно, можно на днем стационаре проводить, она проводится именно на территории именно этого ЦАОПа. Поэтому служба онкологии будет полностью реорганизована в нашей больнице. У меня были хорошие учителя по онкологии, это был тот же самый Каприн Андрей Дмитриевич, Хмельец Евгений Витальевич, поэтому, конечно, мы эту службу обязательно будем реорганизовывать. Что касается по препаратам, да, и единый стационар у нас будет, естественно, везде, в крупных поликлиниках, именно по профилю онкологии. Это большие поликлиники, это наши участковые больницы, это Звениград, РБ-2, РБ-3 бывшие. Чтобы человеку не нужно было ехать в Одинцово, там, за каким-то уколом, за капельницей, если она тем более не тяжелая, это, соответственно, будет на местах. Второе, у нас есть, кроме химиотерапии, которая 24 часа, у нас еще есть хирургическая онкология. У нас сейчас здесь новое отделение, она пока в таком, не в полном режиме работает, там есть пока дефицит площадей, опять-таки связан с РСЦ, пока мы не очень вот этот вопрос нам удалось решить сейчас оперативно. Там хорошие заведующие, хорошие врачи, я думаю, эту службу будем только поддерживать, усиливать. У нас есть вариант развития событий, их размещение в Перхушково, там есть площадь, где это можно будет реализовать, либо на базе нашего хирургического корпуса. Будем их оснащать современным оборудованием, это сейчас, как правило, стойки лапароскопические, то есть и лечебное уже оборудование. И, соответственно, договор с каким-то учреждением в плане там онкоцентра, Герцена, Балашха на радиологию, на лучевое лечение. Андрей Васильевич, спасибо Вам за беседу. Очень полно и развернуто ответили на все вопросы. Безусловно, в час сложно уложить все, что интересует наших жителей. Предлагаю ежемесячно встречаться в нашей студии и вот в таком прямом диалоге с нашими телезрителями общаться и решать в ручном режиме те или иные проблемы. Спасибо за вопросы. Будем работать. Спасибо Вам. Вы смотрели главную тему. Оставайтесь на канале ОТВ. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...